У нас война. У нас опять обстрелы и трехсотые. Двухсотых нет. Но настроение людей, которые меня окружают, воодушевляет. Вокруг меня люди, которые уже не остановятся на каких-то границах 23 февраля. У нас иное желание теперь. Есть желание еб***шить расшистов. Есть желание гнать это дерьмо, выжигая его к чертям с нашей земли. Нет пораженческих или паникерских настроений. Мы очень ждем поставки из США и все, что идет по ленд-лизу. И когда мы это получим, то в России получат намного больше целлофановых пакетов с расшистским биомусором, чем уже получили за последние три месяца. Заеб***ся своих хоронить. А мы постараемся. Потому что это наша земля. Это наша страна. И мы тут будем жить. А любой оккупант тут будет дохнуть. И очень скоро оккупанты будут дохнуть в больших количествах. Да, они называют себя вторая армия мира. Но в Украине они вторая армия мира после ЗСУ. Оккупанты прошли уже путь от взять Киев за три дня до войти к административной границе Донецкой и Луганских областей к 9 мая. Но не достигли ничего из этого. Но уже очень скоро не очень веселые россияне будут встречать дома своих детей, мужей, братьев, отцов и друзей, вернувшихся домой в целлофановых пакетах из Украины. Как гребаный мусор. Встретят и похоронят. Как уже похоронили украинские воины миф о второй армии мира. А пока мы держим удар. Но скоро придет наше время наносить удары в ответ. И мы в долгу не останемся. Накипело. Накипело за каждого погибшего ребенка и за всех детей, у которых расшисты убили родителей. Накипело за резню в Буче и Бородянке. Сильно накипело за бомбежки Мариуполя, Харькова, Чернигово, Киева, Одессы, Волновахи, Николаева, Львова и каждого оккупированного города. Накипело за вокзал в Краматорске и за Яворев. Накипело за каждую воздушную тревогу и ночи наших семей в бомбоубежищах. Накипело за каждого убитого и раненого украинца. Накипело. Мы многое задолжали расшистам. Нет, не за последние три месяца, а за весь период с 2014 года. И мы отдадим этот долг. С лихвой. Мало точно не покажется. Пусть нам сейчас тяжело и непросто, но скоро все изменится. Верьте в ЗСУ. Верьте в себя. Вместе мы сила. И мы победим всех врагов Украины. Борислав Береза. На сегодняшнем втором после Рамштайна совещании министров обороны стран участников антипутлеровской коалиции Дания, сведомо США, согласилась поставить для ВСУ противокорабельные ракеты Гарпун. Это значит, что блокада украинских портов будет снята и доминированию России в Черноморье придет конец. А это, в свою очередь, означает, что у украинской экономики появится шанс хотя бы частично остановить свое падение. Понятно, что пропасть Украине никто не даст, но и свои самостоятельно заработанные денежки тоже лишними не будут. Кстати о деньгах. Интересную статистику выдал тут Минфин РФ. Под сладкий лепет мандолины, что западные санкции только укрепляют российскую экономику, выяснилось, что нефтегазовые доходы федерального бюджета в апреле 2022 года упали по сравнению с апрелем 2021 на 18%. 12 миллиардов долларов против 16 миллиардов. Но этого мало. Доля нефтегазовых доходов в общем объеме поступлений увеличилась с 36% в апреле 2021 года до 63% в этом апреле. Это означает, что доходы от других секторов российской экономики упали еще сильнее. И поэтому впервые за долгий период российский федеральный бюджет был исполнен в этом апреле с дефицитом больше чем в 3 миллиарда долларов. То, что российская экономика переживает не самые лучшие, мягко говоря, времена, видно также и из того, что больше чем в 2 раза упали поступления НДС, самого главного наряду с НДПИ российского источника бюджетных доходов. 2,5 миллиарда долларов по сравнению с 5 миллиардами в апреле прошлого года. Так что еще несколько месяцев такой войны и у Путина начнутся серьезные проблемы. И если раньше он мог рассчитывать на то, что у него есть подушка безопасности в виде золотовалютных резервов, то теперь она почти на две трети сдулась в связи с тем, что его резервы заморожены в западных банках, а кредитов ему никто не даст. Ознакомившись с этой информацией, уже совсем по-другому смотришь на мужественные попытки российских пропагандистов, рассказывать о западных санкциях в духе детской поговорки «Мне было не больно, курица довольна». Воистину, безумству храбрых поем мы песню. Вот режьте меня на куски, но я все равно не могу взять в толк. Зачем? Зачем Путин устроил это харакире России? Ну ок, ты ненавидишь Украину, хоть это абсолютно необъяснимая дикость, но неужели эта ненависть настолько затмила разум, чтобы спустить в канализацию собственную страну? Ведь выбираясь теперь из этой задницы, многие годы и даже десятилетия, уже Путин сдохнет, а Россия все еще будет скулить под дверью и проситься пустить ее обратно в игру. И сколько унижений и ограничений ей придется вытерпеть, чтобы ее наконец впустили в переднюю и разрешили немножко поторговать с большими мальчиками, поиграть в футбол, поучаствовать в Олимпийских играх. И сколько брезгливости и неприязни будет в глазах у тех, кто снизойдет до нее. И все это нужно будет вынести и улыбаясь, и кланяясь, как китайские болванчики, и благодарить за высокое доверие, и обещать его оправдать, и в тысячный раз извиняться за войну, которая уже давно закончилась. И уже репарации выплатили, и сто раз извинились, и всех виновников выдали в ГАГу, и конституцию поменяли, и разоружились по самой «не могу». А нет веры, а все глумятся на любых переговорах, докапываются до каждого параграфа, отжимают по полной, по каждому пункту. Вот зачем? Для чего? Где тут слава России, ее великая всемирно-историческая роль? Где тут отдельная цивилизация и прочая хрень, которая теперь обманывает себя зомбо-россияне? А вот уже Лавров по любому поводу на всех своих пресс-подходах так или иначе возвращается к вопросу об отмене санкций. Неужто дошло? Неужто поняли, что недооценили масштаб зависимости России от международного разделения труда? Хрен его знает, может Лавров и понял. Да что толку, если Путин опять рассказал, что нужно уходить от зависимости от Запада в программном обеспечении и информационных технологиях. И опять начал разглагольствовать о том, как в этом плане в России все здорово и замечательно. И это при том, что сами даже прокладки не производят. Бабы все постельное белье поперервали. Я понимаю, что ему положено излучать оптимизм в условиях очевидного кризиса. Но лучше бы выбрал для этого какую-нибудь другую отрасль экономики. Есть же успехи, например, в свиноводстве или выращивании репы. Вот бы и хвастался ими. Так нет, начал как обычно пороть чушь и нести отсебятину. У него заводы возобновляют производство автомобилей «Москвич». Кодовое название в мире – «Ведро». А армия из-за колоссальных потерь вынуждена расконсервировать Т-62. Разработка 1957 года. А он лепит горбатого и рассказывает небылице про аналогов нет в информационных технологиях. Смешной, нелепый, глупый старикашка. Его даже, наверное, было бы слегка жалко, если бы не знать, сколько народу этот упырь убил и еще убьет. Сколько разрушений и горя он принес. Как долго еще будут сказываться последствия его художеств. И какие фатальные раны оставят они в народном сознании. Но вся эта рефлексия будет потом. Потом мы напишем романы и диссертации на эту тему. Она еще ждет своего льва Толстого. Но сейчас его надо просто победить. Потому что это вопрос жизни и смерти. Вместе с ним на одной земле не ужиться. И мы выживем. А он сдохнет. И ни в какой он рай не попадет. И прежде всего потому, что он ни в какой рай не верит. Путин это черт, как сказала одна девочка в Дагестане. А черти вводятся не в раю. И их место в аду. Туда нам его и нужно сбросить. В преисподнюю. Там уже много его кумиров обитает. Ему там будет с кем поговорить. А нам нужно жить дальше. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Слава Украине! Победа будет за нами.